МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава региона Александр Цибульский провел рабочую встречу с окружным омбудсменом Ларисой Свиридовой. Стороны обсудили перспективы взаимодействия. Омбудсмен представила проекты, инициированные уполномоченным, и рассказала о наиболее частых обращениях жителей округа, которые при решении требуют поддержки окружных или федеральных властей. По словам омбудсмена, большую часть вопросов удается решать в оперативном порядке, в том числе во взаимодействии с органами государственной власти. Одной из тем, требующих сегодня проработки с участием органов государственной власти и институтов гражданского общества, стал вопрос по санаторно-курортному лечению и медико-социальной экспертизе людей с ограниченными возможностями здоровья, обозначенные региональным отделением Всероссийского общества инвалидов. Речь шла об устранении пробела в федеральном законодательстве по вопросу реабилитации инвалидов с заболеваниями органов зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, и о применении телемедицинских технологий при медико-социальной экспертизе по установлению инвалидности для жителей отдаленных сел, особенно в случаях утраты конечностей. Стороны договорились проработать эти вопросы на региональном уровне, а также вынести их на рассмотрение уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Особое внимание в ходе рабочей встречи стороны также уделили вопросу реализации четырех инициатив уполномоченного по правам человека, которые воплощены сегодня в рамках проектов Арктическая школа права как ресурс развития НАУ, общественные представители УПЧ в НАУ, ресурсный центр и молодежное правительство. По словам Ларисы Свиридовой, несмотря на разнонаправленность, все эти проекты объединяет главное. Инициативы нацелены на развитие гражданского общества в регионе. Это повышение юридической грамотности, развитие волонтерства в социальной сфере, привлечение молодежи к развитию региона и совершенствование работы социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам встречи глава региона отметил необходимость реализации таких инициатив и предложил привлечь к ним профильные органы исполнительной власти. Для всего персонала Ненецкой окружной больницы сохранятся рабочие места и уровень зарплаты. О кадровых изменениях в Ненецкой окружной больнице на брифинге с окружными журналистами рассказала вице-губернатор Надежда Дедяева. По ее словам, перемены связаны с приведением ситуации с младшим медицинским персоналом в соответствии действующему законодательству. Принятое решение позволяет сохранить для всех рабочие места прежний уровень зарплаты, все действующие сегодня компенсации и гарантии. По словам Надежды Дедяевой, в соответствии с квалификационными требованиями и профессиональному стандарту, младший медицинский работник, санитарка и младшая медицинская сестра по уходу должен иметь среднее полное общее образование и медицинскую подготовку, начальное профессиональное медицинское обучение по должности. На сегодня почти 90% младшего медицинского персонала Ненецкой окружной больницы не соответствуют этим квалификационным требованиям, причем порядка 15% из них не имеют среднего полного общего образования. Для того, чтобы сохранить рабочие места людям и прежний заработок, и в то же время избежать требований профстандартов, было принято решение о переводе этой части медицинского персонала в младшего медицинского персонала, в прочий персонал. В этом случае квалификационные требования не предъявляются, в договоре лишь будет указано, что специалисты смогут выполнять поручения медсестер, не связанных с медицинскими манипуляциями. Важно отметить, что данное решение позволяет сохранить для всех рабочие места прежний уровень заработной платы, все гарантии и компенсации. По словам Надежды Дедяевой, другие варианты решения проблемы повлекли бы сокращение персонала или снижение заработка. С 1 октября часть младшего персонала, сотрудники поликлиник, взрослой детской и женской консультации, а также параклинической службы, клиника диагностической лаборатории, отделение переливания крови, УЗИ и другие, уже перешли на новые должности. С 1 ноября переводятся все остальные, это порядка 100 человек. Всего кадровые изменения в окружной больнице затронули 160 человек. Предупреди болезнь на ранней стадии. 11 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Численность больных этим недугом увеличивается со скоростью, опережающей прогнозы экспертов Международной диабетической ассоциации. Поэтому важно как можно раньше выявить болезнь и начать ее лечение. С этой целью окружные медики призывают население Ненецкого округа и взрослых и детей сдать анализ крови на сахар. Вовремя выявленные заболевания позволят предотвратить риск развития осложнений, которыми опасен сахарный диабет. 11 ноября во Всемирный день борьбы с диабетом с 11 до 14 часов дня в Арктике пройдет профилактическая акция «Узнай, не страдаешь ли ты с сахарным диабетом». Будет проведен комплекс обследований, анализы крови, антропометрические данные, то есть вес, рост больного. Будет врач-эндокринолог. И если будет у вас повышенное содержание сахара, вам будут даны рекомендации, вам будет рекомендовано наблюдение диспансерное у специалиста. Данное заболевание коварно тем, что 45-50% населения ходят и не знают о том, что у них повышенное содержание сахара, то есть они уже не предвестники, а первая стадия этого серьезного заболевания. По данным окружных медиков, на конец октября текущего года в Ненецком округе сахарный диабет имеют 1281 человек. Это почти 3% населения. Еще 300 человек находятся в состоянии преддиабета. Однако эти данные не отражают реальное количество пациентов, поскольку учитывают только выявленные и зарегистрированные случаи заболевания, отмечают медики. Сборная команда Ненецкого округа получит финансовую поддержку нефтяников на участие в официальных лигах и мероприятиях Международного союза КВН. Этот вопрос сегодня обсуждался на заседании администрации округа. Добавлю, что сборная НАУ была сформирована в 2015 году. Команда неоднократно становилась победителем игр КВН. По результатам игр за 2017 год команду пригласили участвовать в финале Центральной лиги Москвы из Московской области и в международном фестивале КВН, который пройдет в Сочи в 2018 году. Общая стоимость мероприятий 1 млн 451 тыс. рублей. Бюджетным округом выделение средств на данное мероприятие не предусмотрено. Возможно привлечение денежных средств в рамках соглашения с компанией развития регионов. Глава региона Александр Цибульский поддержал эту инициативу. Мне кажется, Команда КВН с учетом популярности молодежи этого движения такая визитная карточка нашего округа. Тем более, если у нас это было, я пока сам не видел, но по отзывам у коллег это получается не плохо. Я полагаю, что, конечно, такую инициативу надо поддержать. Надо, чтобы наши ребята дальше развивались и представляли наш округ на федеральном уровне. Опасный лед обходи стороной. Инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Ненецкому округу призывают жителей региона воздержаться от выхода на неокрепший лед. Развитие скоростного и комфортного транспортного сообщения между населенными пунктами Ненецкого округа. В регион прибыло судно на воздушной подушке, изготовленное по заказу Северной транспортной компании. Полный ледостав на реках Ненецкого округа может установиться в первой декаде ноября. До того, как лед окончательно окрепнет, выходить на него опасно для жизни. Тем не менее, в районе Наринмара, около водоемов, очевидцами уже были замечены подростки. Кроме того, на неокрепший лед выходят любители подледной рыбалки. Инспекторы Центра ГИМС призывают жителей округа воздержаться от неоправданного риска. Ведь даже 10-15 минут пребывания в ледяной воде смертельно опасны для человеческой жизни. Хотелось бы обратиться к родителям. В данный момент сейчас дети находятся на каникулах, чтобы они еще раз переговорили с детьми, довели до них, что ни в коем случае нельзя подходить к воде и тем более выходить на тонкий лед. Мы, в свою очередь, проводим профилактические беседы в школах, в учебных заведениях. И, тем не менее, сейчас уже встречаются случаи, когда дети подходят к воде, начинают играть, выходить на лед. Опасность представляют пылыньи, проруби, трещины, лунки, покрытые тонким слоем льда. Этот лед легко проламывается, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. Об этих последствиях знают все. Тем не менее, идут на неоправданный риск. Особенно это касается любителей подледной рыбалки. Ни одно хобби, будь то рыбалка или охота, не стоит человеческой жизни. А вода ошибок не прощает. Поэтому поберегите себя и своих близких. Если вы стали очевидцем происшествия, незамедлительно сообщите об этом службу спасения по единому номеру 112. Развитие скоростного и комфортного транспортного сообщения между населенными пунктами Нинницкого округа. В регион прибыло судно на воздушной подушке, изготовленное по заказу Северной транспортной компании. Обновление парка транспортных средств главного речного перевозчика региона обошлось в бюджету Заполярного района в 13 миллионов рублей. Тендер на поставку судна был объявлен муниципальным казенным учреждением Заполярного района «Северное» еще в ноябре прошлого года. Победителем была признана судостроительная компания «Нептун Холверкрафт». Судно на воздушной подушке изготовили в Ленинградской области по заказу Северной транспортной компании с оптимальными для эксплуатации в условиях Заполярья параметрами и характеристиками. Судно отличается от предыдущей модели повышенной комфортности. Уже стоят кресла, как в самолете, плюс дополнительно расположен туалет. Сейчас идет приемка судна, потом постановка на учет в регистре, получение всех разрешающих документов, вписание в лицензию и начнется эксплуатация. Эксплуатация начнется приблизительно в декабре месяце. Судно рассчитано на 20 человек, 18 пассажиров и два члена экипажа. Стоит отметить, что это второе судно подобного типа в парке Северной транспортной компании. Предыдущее также изготовлено компанией «Нептун Холверкрафт» и носит имя Василий Самойлов. Катера этого типа способны обеспечивать круглогодичное движение по рекам, озерам и в прибрежных зонах морей и водохранилищ в прямой видимости берега. В зависимости от покрытия водоема максимальная скорость транспортного средства достигает 70 км в час по воде и 80 км в час по льду. По словам исполняющего обязанности директора Северной транспортной компании Константина Климова, предстоящей зимой оба судна на воздушных подушках будут совершать рейсы между населенными пунктами округа. В Нельминос, Черескую и Андик возить пассажиров вверх по Печории до Тошвиски и до Щелино. Расписание будет опубликовано на сайте Заполярного района в ближайшее время. Завершился второй этап всероссийского конкурса «Народно-участковый-2017». Ежегодно его проводит Министерство внутренних дел России с целью повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых-уполномоченных полиции. По итогам онлайн-голосования лучшим в округе стал участковый-уполномоченный полиции «Наринмара» капитан Роман Гудков. Теперь ему предстоит участие во всероссийском этапе конкурса. Роман Гудков проходит службу в должности участкового-уполномоченного полиции с 2004 года. За время службы в органах внутренних дел полицейский зарекомендовал себя с положительной стороны как исполнительный, ответственный и добросовестный сотрудник, говорят коллеги Романа. Сам участковый своим главным профессиональным достижением считает помощь очень многим людям в разрешении их проблем. Ольга Туктарова обратилась к участковому со своей проблемой, с которой сталкиваются многие жители города. Сосед Ольги установил около дома две собачьих будки, из которых постоянно доносился лай и завывание четвероногих. Разговоры с хозяином собак не помогли решить проблему. Тогда женщина обратилась в городскую администрацию, но и оттуда решения не дождалась. На помощь пришел участковый Роман Гудков. И вот потом уже, когда мне уже это все надоело окончательно, обратилась я еще раз в городскую администрацию, ходила на прием к мэру города Олегу Ануфриевичу Белаку, и они мне обещали помочь. Но я не выдержала, и вот вновь обратилась к Роману Евгеньевичу, который, как я уже говорила, незамедлительно пришел ко мне, провел беседу с гражданином, который был владельцем этих собак. И через пару дней будки были убраны, и все, мы живем спокойно. К исполнению служебных обязанностей Роман Гудков подходит ответственно. Постоянно следит за изменениями в законодательстве, всегда готов прийти на помощь молодым сотрудникам. В видении участкового порядка 6 тысяч человек, и к каждому из них он готов прийти на помощь. В одной из основных задач участкового полномочного полиции является профилактика преступлений, административных правонарушений, проверка так называемого подучетного элемента, подучетных лиц, в том числе числа ранее судимых лиц, состоящих на различных учетах у нас в системе полиции, обходе населения, по квартирному обходе, по дворовому обходе, общение с гражданами. Обратиться за помощью к участковому Роману Гудкову всегда можно на опорном пункте по адресу Октябрьская, 32. Прием граждан осуществляется по вторникам, четвергам и субботам. Кстати, проголосовать за Романа Гудкова на всероссийском этапе конкурса «Народная участковая-2017» можно на сайте газеты «Комсомольская правда» в разделе «Общество». Ирина Цепетова, Александр Бабрякович, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Центр развития образования расширяет свои границы. Теперь учреждение будет проводить семинары, конференции, олимпиады и конкурсы различного уровня дистанционно. Это стало возможно благодаря приобретению дорогостоящего оборудования конференц-системы. Ее закупили на средства гранта. В прошлом году компания «Лукойл» поддержала проект педагогов по созданию конференц-зала в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Руководитель проекта Ольга Казицына показывает дорогостоящие оборудования для видеосвязи. В рамках проекта «Методика спорта Северу» была закуплена профессиональная конференц-система. В нее вошли пять микрофонов, веб-камера, блок управления, ноутбук и телевизор. Для проведения дистанционного обучения учителей физкультуры, учителей, педагогов, занятых в области дополнительного образования, ведущих спортивную деятельность, и для проведения дистанционных семинаров, обучающихся, с отдаленными населенными пунктами в Ненецком автономном округе. Для нового оборудования в Центре развития образования выделили специальный кабинет. Ведь оно свяжет его сотрудников не только с педагогами из населенных пунктов округа, но и со всем миром. Конференц-связь – это большая возможность и себя показать, и перенять опыт других регионов России, и даже стран. Технология позволяет видеть и слышать друг друга людям, находящимся на значительном расстоянии, осуществлять обмен данными и производить их обработку в интерактивном режиме. Расширить возможности ЦРО позволил грант нефтяной компании «Лукойл». В прошлом году проект «Методика спорта Северу» поддержали в рамках конкурса социальных и культурных проектов. Я не верила, конечно, что проектам уделят какое-то большое внимание. Ну, конечно, чувство радости и гордости было. Я очень благодарна тем специалистам, которые приняли участие в написании этих грантов. И, конечно, эйфория прошла сразу по вручению грантов, и пришлось взяться за дело. Тем более, дел у сотрудников ЦРО увеличилось вдвое. Дело в том, что компания «Лукойл» поддержала сразу два их проекта. Теперь у учреждений есть не только конференциал, но и собственная мини-типография. Более 150 тысяч рублей было выделено «Лукойлом» на приобретение оборудования. В него вошли печатный станок кониками Нольта, степлер, резак для бумаги, обрезчик углов, беговщик, рулонный ламинатор. Мы предполагаем его использовать для выпуска печатных пособий, тех методических разработок, тех статей авторских наших педагогов, которые желают, чтобы их пособие было издано в печатном виде. Также сотрудники ЦРО планируют издавать в печатном виде авторские учебные пособия, Ницкую национальную литературу, учебники по краеведению и лучшие проекты, которые реализуются на базе центра. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok